Пророчество Даниила Я думаю, что многие из вас слышали о мессианских местах Ветхого Завета, которые сбывались на Иисусе Христе. Сам Иисус говорил, что ни одна черта и ни одна йота не уничтожится и не пропадет из законы пророков, пока все на мне не исполнится. Не путайте и не принимайте близко к сердцу извращенный и ошибочный перевод синодального места в Евангелие от Матфея, где якобы Иисус пришел для того, чтобы исполнить законы пророков. Там неправильный перевод. Посмотрите параллельные переводы. Иисус говорил, что ни одна черта и йота не придет, пока все в пророках и законе обо мне написано не исполнится. Об этом он говорил неоднократно своим ученикам, а об этом же по своему воскресенье он пытался им снова напоминать и говорить, что все служение, всю жизнь, которую он с ними провел на земле, он пытался им все это рассказать и показать, что все, что было в Ветхом Завете, все на нем сбывается. И все уже сбылось по его воскресенье. И теперь он уходит для того, чтобы оставить людей для доброволи, самостоятельной святой жизни по образу и подобию Иисуса Христа, вечного Бога любви во плоти, пришедшего для людей, чтобы проложить им истинный путь в Царство Небесное, а прежде в тысячелетнее Царство Христа на земле. Самое известное пророчество, я так считаю, что самое должно быть известное, это пророчество оставлено нам в одноименной книге пророка Даниила, пророк Даниил. Это 9 глава, очень короткая. Там есть большая молитва, сейчас мы с вами все это подробно сегодня разберем, но само пророчество очень коротенькое. И говорит оно, я говорю, не знаю, много ли из вас такие вещи слышали, а может быть слышали, но не знали где, глубоко не вникали, не вчитывались. Я сегодня это для вас делаю. Я, правда, долго колебался, записывали этот ролик, по той простой причине я хотел записать ролик, и хочу, и буду записывать следом после этого видео, это проповедь во время тысячелетнего Царства Христа. Там я хотел тоже затронуть подобные темы, и думал в рамках того видео все-таки вот рассказать про это пророчество Даниила. Но потом все-таки решил сделать отдельное видео, по причине того, что кто-то такие вопросы ищет, ответы, вы знаете, ищет ответы на такие вопросы. Мои ролики и так очень длинные, если я очень большие темы беру, они становятся для многих просто неудобоваримы, как выражался Петр о проповедях апостола Павла. Безусловно, у меня есть уже записанная, кто знает, у меня вся Библия целиком, книги Ветховой, но за это записано на моем канале, на одном из моих каналов под названием «Христолюб Веган. Чтение Библии и на их Писании». Там вы можете всю эту книгу, я рекомендую настоятельно, уж книгу пророка Даниила, христианин просто должен, обязан как минимум раз хотя бы прочитать. Желательно читать, я всем рекомендую на своем сайте, где с иллюстрациями, с речами, тем более такие книги, как книгу пророка Даниила. Это не сплошной черный текст, там много диалогов, изображений, символов, видений, да, их желательно читать не в черно-белом варианте, тогда вряд ли много чего поймете. Вот, ссылка будет и на саму книгу, все я постараюсь добавить в описании, если забуду, напомните мне в комментарии, в комментарии тоже постараюсь добавить, и в первом закрепленном комментарии. Ну, в частности, обязательно будет ссылка точно на эту страничку моего сайта, авторского христианского веганского сайта, это пророчество Даниила о первом пришествии Иисуса Христа. Я специально их делаю, чтобы можно было те тексты забрать, и здесь что-то дополнить, что-то дописать своими серенькими текстами, как я всегда это делаю, я подписываю какие-то свои мысли и комментарии. Здесь также будет ссылка на саму книгу, как вы видите, и на страницу моего сайта вы сможете перейти непосредственно, и на плейлист, вот он в конце, вы можете прямо его и отсюда смотреть, или перейти на YouTube и посмотреть. Это я настоятельно рекомендую, это потому что сегодня, как я вам всегда говорю, конечно же, маленький контекст самой главы мы, безусловно, рассмотрим и всю целиком прочитаем, как я уже анонсировал, она очень короткая, но нужно знать контекст всей главы. Ой, всей книги пророка Даниила, надо все-таки разобраться, кто этот человек, что он, где он жил, почему писал, кто он такой-то есть. Конечно, в идеале взять большой контекст, понять, что такое Ветхий Завет, и хоть раз в жизни осилить Ветхий Завет, а в идеале прочитать всю Библию и понять много чего в своей жизни. Ну, уж каждый по силам, каждый сам выбирает, к чему в этой жизни стремится, отсюда и пожнет то, что посеет. Мои рекомендации я дал, стараюсь как-то заинтересовать уж как получится. А мы с вами приступаем к самому прочтению этой книги, в частности, этой девятой главы, в которой нам и рассказано, рассказано, многие, может быть, кто-то слышал подобное, что действительно было пророком Даниилом, было достаточно Богом ему открыто через ангела практически год пришествия Иисуса Христа. И все это сбылось. И не только год, но и его распятие, ну, не прям распятие, а его смерть и разрушение Иерусалима. Это удивительно. И мы с вами начинаем читать. Начинаем с первого стиха, все читаем, вы поймете, потом я сожму кое-что, и мы с вами увидим саму, саму прям важность и центр всего этого пророчества. В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господня к Еремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Давайте я буду сразу комментировать, потому что я тоже могу все забыть. Вдруг вы не будете никогда читать книгу пророка Даниила. Я кратко скажу, Даниил, это еврейский юноша, кто знает, это происходило по нынешнему летоисчислению за 500 лет до Рождества Христова, о котором он сам сейчас и будет пророчествовать. И все человечество сейчас ведет летоисчисление, в основном все человечество от Рождества Христова, поэтому мы так и выражаемся, я выражаюсь тоже на таком языке. Конечно, евреи ведут от первых людей, кто-то китайцы там по своему календарю, но все-таки, не знаю, большая часть людей, давайте так выразимся, ведут все-таки сейчас летоисчисление от Рождества Христова. И я буду точно так же делать, потому что я христианин, проживающий на территории теперь уже Российской Федерации, которая из России плавно перекочевала в такую вот форму. Вот, и я буду этим языком выражаться, чтобы и всем было, естественно, моим зрителям, слушателям, понятным тем людям, кто живет в данном мире, в данной точке, в современности. Так вот, за 500 лет до Рождества Христова еврейское государство, иудеи так называемые, все это израильское там государство, ну тогда они разделились, сейчас это уже тоже не суть важна. В общем, одним сегодня общим словом, еврейский народ был порабощен в то время, разросшийся со столицы Вавилона, персидской, халдейской, как угодно называют, империи. Со столицы, я думаю, всем известное слово, Вавилон, столица, это нынешний Иран, да, у нас, по-моему, я иногда Иран с Ираком путаю, в смысле, по словам. Вот, в общем, это где-то там, кто знает, Иран, Ирак, все вот там вот, да, там и был Вавилон. И вот тогда эта империя очень разрослась, и всех тоже порабощала, захватывала, в том числе досталась, конечно же, и еврейскому народу, вот, со своим государством. Иерусалим тоже сам был разрушен, был разрушен храм, кстати, так называемый Соломон, именно как раз в это время. И основная масса евреев, кто способен к работе, к труду, кто умен, кто красив, там, на разные должности, в общем, огромное количество еврейского народа было уведено в этот Вавилонский плен, я думаю, все тоже много о нем хотя бы выражениях слышали, да. Остались там старики, дети, в общем, немощные люди, от которых толку, как говорится, никакого даже в плену, их там оставили. Оставили там надзирателей, поставили своего там управителя, ну и, в общем, так, вяло-тихо продолжалась жизнь, да. А все основные сливки были уведены в Вавилонский плед. Даниил был одним из таких юношей. По дару от Бога он был очень умен, очень талантлив, одарен, и с несколькими своими друзьями в оконцовке он оказался, можно сказать, правой рукой на тот момент царя Нухудоносора, вот как раз того, кто эта империя заправлял и все вот это завоевывал. Бог был с ним всегда, Бог ему открывал все тайны, все пророчества, все сны, и там целая история. Я говорю, кто читал хоть раз в жизни книг пророка Даниила, тот знает, что снилось, что виделось, да. Это одна из самых пророческих реально книг, потому что здесь это просто книга в основном состоит из пророчества на пророчестве, просто из рассказов, снов, толкований о будущем, в том числе о последних временах, которых многие из нас знают, интересуются и изучают. Так вот, мы видим с вами, что сменился царь, да, и пророк Даниил изучает, все равно он же еврей, иудей, да, изучает свитки и писания, ну, по-наночному выражаемся, Ветхого Завета, да, узнает он же, понимает, он уразумевает, что все это пленение было давно предсказано тоже пророками, и была тоже, опять же, предсказана точная цифра, что плен этот вавилонский продлился 70 лет. И как мы видим, Даниил говорит, да, я сообразил по книгам, что число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, к пророку Иеремии, что с числой это 70 лет исполнен над опустошением Иерусалима. То есть, как мы видим, Даниил тоже изучал книги предыдущих пророков, как мы сейчас с вами изучаем книгу Даниила, да, что доживущим до него пророкам Бог доносил, открывал им, что вот будет все это, ну, и кто, конечно, Ветхий Завет вместе со мной читал, изучал самостоятельно, может быть, да, тот знает, что так все и было, да, Бог тысячи раз предупреждал евреев, чтобы они жили свято и праведно, иначе все им будет прилетать все равно. В общем-то, и прилетело, когда они хотели раскаиваться в злых делах своей жизни. Как мы видим, Даниил это уразумел, и что он дальше стал делать? И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле, и молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, длинная сейчас будет молитва, мы его с вами всю прочтем, Молю Тебя, Господи Божий, Великий и Дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали без закона, действовали нечестиво, упорствовали и отступали от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим, отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. Как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с какими они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших, у отцов наших, потому что мы согрешили перед Тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали глаза Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой, и отвратился, чтобы не слушать глаза Твоего. И зато и злились на нас проклятия и клятва, которые написали в законе Моисея раба Божьего, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какое не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие и постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и разуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали глаза Его. И ныне, Господи Божий наш, изведи народ Твой из земли египетской, изведший народ Твой из земли египетской рукой сильную и явивший славу Твою, как день сей. Согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твою и негодование Твое от града Твоего Иерусалима. От святой горы Твоей, ибо за грехи и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне, услыши, Боже, нашу молитву, раба Твоего, и возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Откровучи Твои, возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моление наше пред Тобою. Уповай не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, неумедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Вот такая вот молитва покаянная Даниила, который все понимает, за что с ними все это произошло, и вот молится к Богу. И когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои, грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Бога моим, о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, до этого уже очень много видений, это 9 глава, как я вам уже рассказывал, вся книга, она только видение на видение, пророчество на пророчестве. Когда я еще продолжал, говорил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал, Даниил, теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления Твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо Ты муж желаний, и так вникни в слово и разумей видение. И сейчас он будет ему описывать. Как видите, мы с вами дочитали до 23 стиха, то есть, по сути, вся глава состоит из 27 стихов. Мы с вами дочитали уже до 27. То есть, все предсказание об Иисусе Христе, о точной дате Его пришествия, смерти и разрушения Русалима помещается в 4 стихах. Это всего несколько предложений. Я у себя на сайте сделал вот такую птичку, то есть, я могу все это складывать. Если вы видите, мы сложим с вами 9 главу, ну, можно оставить первые 2 стиха. Давайте мы их еще раз прочтем и перейдем сразу к чтению. И то у меня, как видите, большие картинки всего. Сам текст, у вас он с синеньким шрифтом на экране, на моем сайте вы найдете, он совсем небольшой, говорит, всего 4 стиха в несколько предложений. Ну, давайте, чтобы еще раз не запамятовать, с чего мы начали, начнем с 1 стиха. В первый год Дарья сына Асурова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Данил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне Керемии пророку, что 70 лет исполнится до пустошения Иерусалима. 77 летий, ну, в синодальном переводе написано седьмин, седьмина это 7 лет. Ну, такое слово его, к сожалению, не перевели на русский, да, многие потом начинают ковыряться, я у себя на сайте сразу, ну, я оставил слово и седьмина и сразу дал его значение. Это семилетие, 7 лет. 77 летий определены для народа твоего и святого города твоего. Это то, что ему сейчас возвещает, это не Данил говорит, он потом это запишет, вот этот ангел Гавриил открывает Данилу. 77 летий, 70 на 7, получается 490 лет. Определены для народа твоего и святого города твоего. Чтобы покрыто было преступление и запечатаны были грехи и изглажены беззакония. У меня всегда говорящие картинки, я стараюсь, естественно, делать. Надеюсь, вы это цените и их уразумеваете. То есть, еще раз, 490 лет, я уже буду по-русски выражаться, положено народу твоему, да, давайте вот так я открою. 490 лет определены для народа твоего и святого города твоего. Чтобы покрыто было преступление и запечатаны были грехи и изглажены беззакония. И чтобы приведена была правда вечная. Кто такой вечная правда? Ну, вы видите, картинка у меня, естественно, пришествия Христа. Чтобы приведена была правда вечная. И запечатаны были видения и пророк. Вы помните, что говорил Иисус? Что законы пророки Деяна, а ныне Царство Божие благовествуется. Конечно, у нас есть еще книга откровений. Именно об этом тоже Иисус говорил, нельзя путать. Сами апостолы его, первые ученики, пророчествовали. У нас есть откровения некоего Иоанна о последних временах. О чем говорил Иисус, что Деяна, крестителя, законы пророки? Опять говорил в том же смысле, что пророчество обо мне. Да, о будущем. Сам Иисус говорил такую фразу, что, вы помните, по дороге в Гефсиманский сад, уже перед своим арестом, говорил своим ученикам, что я бы сказал вам больше, да вы не способны вместить. Но, говорит, когда придет время, и познайте, и Дух Святой не зайдет на вас, то откроет вам, наставит вас на всякую истину, и будущее возвестит вам. Поэтому, естественно, когда Иисус говорил о том, что на Иоанн Крестителе пресекаются законы пророки, он имел в виду, что все пророчества обо мне, все сказанное обо мне подходит к концу, как он говорил, вот в этом плане. Вот все вот именно эти ветхозаветные пророчества и указания на Иисуса Христа, все, что с ним будет происходить, со всеми этими, все, что будет происходить в эти времена. Поэтому запечатаны будут, когда Иисус явится, видение и пророк, и помазан был святой святых. Конечно же, речь о ком? Кто такой святой святых? Конечно же, вечный Бог, любовь, во плоти явился людям. Это Иисус Христос. Он был помазан, вы помните, при крещении на него нисходит дух святой в виде голубя. Иоанн Креститель об этом, его предтеча, для чего он, как сказал, и пришел, чтобы засвидетельствовать об этом, засвидетельствовать об истине. Итак, Даниил, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь семилетий и шестьдесят два семилетия, и возвратится народ и обстроится улица и стены, но в трудные времена. Что дальше, говорит Гавриил Даниилу? По истечении этих шестидесяти двух семилетий предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, и утвердит завет для многих одно семилетие, а в половине семилетия прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Вот и все. То есть мы с вами видим, что само, если мы с вами сокроем молитву, вот это его вопрошение в девятой главе, то в принципе девятая глава, вопрошение, даже вот этот вот, пару стихов обращения ангела уже к Даниилу, что пришел к тебе, сейчас все расскажу. Как видите, перечитывай это, уберите картинки, вам надо прочитать всего, если вы хотите вникнуть, всего несколько стихов, это совсем немного для познания. Давайте теперь, я такую вот сделал схему, карту, как всегда, чтобы вам помочь во всем этом разобраться, давайте теперь по ней, вы ее сможете скачать, сохранить, в хорошем качестве открыть, отдельно, всегда тут есть ссылочка, открыть файл в максимальном качестве, ну в принципе достаточно хорошо будет видно и так, и на мобильных я знаю, все хорошо смотрится, я вот у себя ее отдельно открыл и с курсорчиком всегда вам все покажу. Еще раз, что мы узнали с девятой главы, у меня еще будет к вам слово, уже в свободе поговорим, ну давайте разбираться еще раз, что мы с вами услышали. Итак, у нас идет 70 лет плена, секундочку, выберем прямоугольничек, мы с вами точно знаем, что Даниил живет в 70-летнем плене в Вавилоне, найти точно, да, он говорит в первый год царя Дария, есть изучение, где это было, нам сегодня не суть важно, в какой точке непосредственно этого 70-летнего плена Даниил там молился и ангелами любился, да, мы видим в первый год Дария, но это надо изучать посторонние материалы, чтобы узнать, а когда это, причем поймите, человечество ввело от Рождества Христова, я говорю, когда начало ввести, достаточно в поздние времена, и то есть все документы прошлого, вы замучаетесь, надо будет еще во многих изучать, чтобы понять, как перевести это на современное летоисчисление, да, вот, не суть важна поэтому, потому что отталкиваться будет не от того дня, когда все дальше, что говорил архангел Гавриил Даниилу, не было связано с днем вот этого явления его Даниилу, да, то есть мы видим, все будет связано, и точкой, точкой отчета будет некое, некое повеление, изданное царем о том, что да, евреи отпускаются, закончится, как, по сути, Гавриил подтверждает правильность мыслей Даниила, о том, что да, ты правильно все увидел в пророках, так и было написано, что пленение, еврейское пленение, вавилонское пленение евреев продлится всего 70 лет, всего или, конечно, немало, вот, но вот 70 лет плена, да, ты все правильно уразумеваешь, и вот, когда выйдет приказ, приказ, такой же, как в любом государстве, это все будет громогласно, в то время, насколько я знаю, изучал материалы, тогда отпускались не только евреи, разные там народы уже, потому что Вавилонская империя потихоньку стала ослабевать, она даже не тянула уже всех этих, потому что она со всех, кого завоевывала, там, сгоняла с разных территорий народы, там стала уже другая империя возвышаться, и уже Вавилон, так скажем, должен его напрягать, порабощать и над ним возвышаться, вот, все это глубокая древность, мы с вами во все это углубляться не будем, я уж сам много забываю, я все время много чего изучал, но все это в голове не удержишь, я не преподаватель, не говорю об этом из года в год там своим студентам, да, я многие вещи изучал, но, естественно, со временем много забывается, поэтому, видите, я даже уже могу там в каких словах, я общими мазками вам рисую, все, конечно, в голове не удержишь, поэтому нам очень важно, что просто будет дата этого, точная точка отчета всех остальных событий, о которых он, Данил говорит, будет конкретный день выхода повеления о том, что да, вы отпускаетесь, идите обратно в свою землю, в землю обетованную, как ее часто называют, да, и там вы будете отстраивать и город, и храм построить, и все дела, и действительно, это повеление выходит, и что говорит ангел, да, ну, вперед говорит, оно потом выйдет, естественно, что семь седьмин, я буду сразу, и давайте я сразу буду говорить уже на русский язык, у меня, как видите, я все цифры перевел, они полностью соответствуют, если вы эти стихи переведете, поймете, что я сделал это все правильно, может перепроверить за мной, скажем, семь седьмин и шестьдесят две седьмины до Христа Владыки, во-первых, что такое Христос, и что такое Владык, что вообще, когда подразумевается, вы читаете в современных текстах вот слово Христос, надо понять, что это помазанник, переводится как, помазанником назывался любой царь во все времена, во всех народах, в том числе и в Еврестве, вопрос, что это за помазанник, да, поэтому у многих непонятно, что значит, говорил, сказал, до Христа Владыки семь семилетий и шестьдесят два семилетия, он имел в виду, и было сказано про Данилу, что до первого, когда вы вернетесь в свою землю-то, естественно, сначала будет город отстроить, храм построить, на это уйдет много времени, и ушло на это у них пятьдесят лет, только тогда, когда они построили город, построили храм, и на самом деле они еще фактически были под этим вавилонским оккупацией, ихней земли, им там много раз мешали вообще все это восстанавливать, и внутри, и снаружи были куча врагов у евреев, тоже всю жизнь соседние государства, которых они раньше уничижали, а теперь они их рады были, что их тоже так унизили, тоже им там всякие палки в колеса вставали, они не имели права выбирать своего царя все равно еще все это время, да, их отпустили многих, кто-то остался уже, кто-то там прижился, это как всегда бывает, да, но основная масса ушла, они действительно стали там с горем пополам восстанавливать это, им даже денег дал уже вот вавилон, так скажем, да, персидская империя, им помогали, я говорю, хотя там все, долго все это рассказывать, я вам не буду этим голову забивать, кто хочет сам это узнать, да, и первого царя опять, так скажем, первого после вавилонского плена они действительно помазали на царство, естественно, всегда священник это делал, короновали, именно через 49 лет, поэтому Гавриил так и сказал Даниилу, 7 седьмин и 62 седьмина, 49 лет и 430 лет с половиной, я так сразу буду на русский язык говорить, то есть он, естественно, подразумевал ему о том, что, ну, потом будущие современники этих событий поймут, речь шла о последнем помазаннике, да, который будет для еврейского народа, это, конечно же, вечный Бог, любовь во плоти, явившийся нам Иисус Христос, так вот, до его, до него 62 седьмины, 62 седьмины это 434 года, я их здесь специально не изобразил, потому что просто будет уже путанец, вот вам специально рисую, то есть это 434 года, вот, от повеления и до Христа Владыки, ну, а до какого момента, мы с вами видим, я текст вам уже не буду открывать, я его знаю дословно, что вы уж сами хотите, у себя откройте где-то еще, можете следить по тексту, я говорю, 4 стиха я хорошо знаю, да, и он говорит, что по истечении этих 60, и если до первого Христа Владыки, которого снова помажете себе царя, 49 лет, это до его воцарения, до его помазания, то дальше Гавриил говорит, что когда исполнится 62 седьмица, то есть 434 год от выхода повеления о освобождении вас и то, что можно идти устраивать Иерусалим, в это время Христос будет убит, и предан будет смерти Христос, и не будет, ну, его не будет, ну, мы знаем, он воскреснет и вознесется, но этого нет уже в откровении, то есть Христа, Иисуса убьют в 434 году от выхода повеления о восстановлении Иерусалима, более точной даты дать невозможно, я сначала вам опишу, а потом мы вернемся к моим текстам, я буду вам уже по ним говорить немножко, чтобы ничего тоже не забыть, ничего не упустить, все вам рассказать, то, чем я хотел поделиться. Вы пока просто по схеме все смотрите и понимайте. Но мы с вами помним, что в самом начале было сказано, в самом начале, да, он ему говорит, что вообще твоему народу всего отведено сколько? 77, 490 лет, и все. Что значит твоему? Евреи до сих пор существуют. Богоизбранность их не закончится через 490 лет. Та богоизбранность, с которой они так насылись, закончится для народа твоего. Все, хватит. Вы отвергнете самого того, которым вы якобы избраны. 490 лет, да? То есть у нас с вами должно сойтись. И давайте еще раз зафиксируем. Сколько Гавриил называет цифр? Первую семилетку, 49 лет. Говорит, что 62 седьмины. Все, естественно, первые две цифры он называет, мы с вами видим, он их называет от повеления. То есть 49 лет называет. И 434 года. Все от повеления он говорит. То есть первый придет Христос, и второй, первый помазник, и последний, так скажем. Второй здесь считай как последний. Но он называет, что это будет смерть Христа. Мы с вами уже современные люди, от всех евангельских событий знаем, что Христос проповедовал три с половиной года. И если его убили в 434 году, то значит появился он, явился он людям в 430, вот я как раз здесь пишу, в 430 с половиной году. От выхода повеления от восстановления. Я буду все время вам говорить вынужденно эту фразу, чтобы у вас это тоже зафиксировалось и поняли. В 430 году от выхода повеления о восстановлении Иерусалима явился Иисус. На современный язык, если хотите, я буду вот так подчищать, чтобы вам тоже не нет. То есть, естественно, если он явился в 430 году, умер через три с половиной года, но явился он, и мы знаем из Евангелия, что явился он в 30-летнем возрасте, то естественно, мы наоборот отматываем 30 лет, и мы находим точку, которая в современном мире называется... Ну, в атеистических странах, чтобы не упоминать Христа, мы знаем, даже в Советском Союзе перефразировали это не от Рождества Христова, а до Нашера и после Нашера. Но на самом деле, многие люди соображали, потому что, несмотря на то, что СССР господствовал там на территории бывшего, так называемого, Советского Союза, все равно люди знали Христа и знали, откуда, что раньше почему-то вели от Рождества и до Рождества Христова. Именно эта точка, ну, соответственно, если мы отсюда отнимем, от 430 с половиной, то есть, грубо говоря, в 400 году от повеления, от выхода повеления об освобождении евреев и восстановлении Иерусалима, Христос родился в 400 году. Давайте тогда вот эту точку тоже зафиксируем. Она 430 год от выхода повеления о восстановлении Иерусалима. В 430... В 400, простите, я тут неправильно написал. В 400 году, видите, какие цифры достаточно круглые. То есть, Даниил рассказывал, Гавриил рассказывает Даниилу о том, что будет некий выход, издан указ. Вы все будете освобождены. Вы пойдете в Иерусалим. 49 лет вы там будете мучиться, как он говорит. Видите, он же ему сам сказал, но будут трудные времена. И там реально, я читал все это, я знаю хорошо, да? Поэтому вам просто кратко рассказываю. Им там столько козни строили. Да, и Иерусалим можно было отстроить и храм там за несколько лет. Им там, конечно, их ненавидели, им не давали там не строить на них козни, убивали их там. Там тяжело все было, они еле-еле все это превозмогли. Стали воевать опять с соседними народами. Ну, неважно, сегодня это не суть. 49 лет они восстанавливают все. Восстанавливают Иерусалим, храм новый строят, уже так называемый храм Зарававеля. Вот, тот, который уже потом Ирод восстанавливал, и тот, который в концовке был разрушен, да? Снова, после убийства Христа евреями. 49 лет они восстанавливают и помазывают на царствование первого, после Вавилонского плена, царя. Но в 400-й год от этого выхода от повеления рождается недалеко от Вифлеема, да, в овечьих яслях, Господь и Бог наш вечный во плоти, Иисус Христос, и через 30 лет является при реке Иордан, Иоанну Крестителю, и всем там стоящему народу. 300 лет года проповедуют, и его, что делают? Казнят, убивают через мучительную смерть на кресте. У нас с вами остается еще сколько? Ведь 70 лет, 490 лет отведено народ твоему. Да, 62 прошло, 7, а где еще 8? Еще 8, это еще, это еще, по идее, 49 плюс 7, ну я почему говорю 49 плюс 7, потому что 7, 8 мы раскладываем как 7 и 1, потому что он говорит, что в последнюю седьмину ровно в половине прекратится жертва. Поэтому мы с вами разделяем на 7 и 1, то есть 7 седьмин и 1 седьмина. Ну, соответственно, она соответствует 49 годам и 7 годам, в середине которых превратится жертва. В которых превратится жертва, и Иерусалим будет разрушен. Кто в курсе, кто нет, я сообщаю, именно в эти годы была так называемая Иудейская война, это когда евреи, уже будучи под римской, под римской оккупацией, я думаю, что всем известно это, ибо как раз и римская империя, и тот непосредственно римский наместник четвертой области иудеи Понтий Пилат и осудил Христа, да? Именно тогда они были уже под римской, уже была, сменилось еще две империи, уже миром, так скажем, ну, по крайней мере, вот этим миром, вот этого континента, на котором многие живут, там не берем Северную и Южную Америку, тогда она еще не была открыта для европейцев, всех этих, для азиатов, для Африки, вот, и тогда уже правило Римская империя, уже тоже все завоевывала, порвощала мечом и огнем, и вот во время этой империи, что? и оккупации, еврейские, так скажем, радикалы, вот, взбунтовались, они не раз пытались взбунтоваться, но в этот раз у них, так скажем, чуть успешнее было, они вырезали весь римский гарнизон, там убивали воинов, полицаев, которые были там, охраняли все это, вот, ну, естественно, Рим этого ни в коем случае не мог себе позволить, и из Рима приходит большое войско, и Иерусалим, что берут в осаду, несколько лет длилась эта осада, там творились, как всегда, ужасы, матери поедали собственных, младенцев пожирали, в общем, все понятно, город осажден, жрать нечего, болячки, слезы, кровь, и все такое, бомбы, сверху летят камни, вот, ну, в общем, жуть, в истории осталось несколько документов об этих событиях, самое известное, это Иудейская война, Иосифа Флавия, оттуда много подробностей, и, в общем-то, известно, есть и некие разные другие, поменьше, документы, все они достаточно достоверные, и всем известны, да, писал, кстати, вот именно, это было, писал, Иосиф Флавий, самое имя говорит, что он был евреем, да, но он жил в Риме, он был римским гражданином, как Саввел, а потом апостол Павел, он, несмотря на то, что он все это описывал, он был, как бы, не Саввел, ну, как, ну, понимаете, да, то есть, он хоть и был из евреев, но он понимал, что, ну, живут, живут, он сам жил, но он был на хорошем счете, он был историком, и жил, я говорю, по-моему, он жил в Риме тоже, в общем-то, он поддерживал, так скажем, государство это, вот, о корнях своих не особо, может, заботился, потому что все думают, почему, что если еврей, то все, он там иудей, да, и там все, все обычаи, все соблюдает, там, нет, это далеко не так, вот, поэтому получается даже, что еврея писал, один из известных евреев писал все эти события, да, то есть, это как раз говорит о том, что если бы, знаете, писал бы римлянин, да, это было бы одно, а именно вот он, он описывал все ужасы, да, которые там были, и итог какой всего этого, через несколько лет Иерусалим был взят, полностью практически разрушен, очень сильное разрушение, мародерство там было жутко, кто такие воины, я думаю, глядя на современную рашистскую агрессию против украинского народа, ни у кого не остается сомнений, что это конченые упыри, естественно, вот, ихними руками творятся все беззакония в мире, всеми этими солдафонами, генералами и так далее, Иерусалим подвергся жуткому разрушению, грабежу, насилию, все там, короче, сами понимаете, как это выглядело, более того, сам военачальник, который там был, сыном императора, он даже не хотел этот храм, разрушать, но не успел отдать приказ, его разрушили буквально в считанные часы, солдафоны, он даже не успел рот открыть, как передают историю, что он даже рыдал и восплакал, что храм был великолепен, вы помните, сами ученики Христа удивлялись и показывали Иисусу, какой вот ирод великий, который хотел убить Христа, который избивал, вы помните, отдал приказ об убийстве нескольких тысяч младенцев, когда хотел Христа уничтожить, и Иоанна Крестителя, заодно, потому что думал, что это и есть Христос, кто знает подробности этих вещей, думали, что как раз Иоанн Креститель, это тот Христос, потому что он был сыном первосвященника, и, в общем-то, первое подозрение падало на него, именно поэтому он оказался в пустынях, его прятали, боясь, что его постигнет участь тех младенцев, которых, можно сказать, ирод сам избил, на самом деле, не сам, конечно, отдал приказ, вот, этот рытвий великий, действительно, храм Заруавеля, он уже весь был в ветхом состоянии, в ужасном состоянии, он его восстановил, вбухал туда кучу денег, вот, чтобы покрасоваться, чтобы себе имя сделать, хотя был жутким человеком, вот, ну, как все правители любят, чем-то такими внешними вещами побряцать, вот, храм, действительно, говорят, это был великолепен, конечно, не такой, как Соломоновский там храм, который вообще туда там миллионы вбухал, да, и там, что якобы Соломона никто не мог переплюнуть, но все равно, говорят, что иродвеликий очень там сильно постарался, и великолепие действительно было, как мы говорим, нам даже для христиан в Евангелии оставлено, насколько ученики даже восхищались, и все, Иисус говорит, ну, посмотри, посмотри, какие камни, какие здания, как все здесь прекрасно, это вообще, это что, слава Израиля, вот, Иисус им сказал, и вот мы сегодня с вами вспоминаем, именно все этот момент, и я вам все, я не просто так о них вспоминаю, Иисус им на это ответил, что настанет время, когда не будь здесь камня на камне, и это и случилось, дальше ученики Христа стали расспрашивать о будущих временах, я сейчас вам тоже не просто так все это рассказываю, мы сегодня этим и закончим, мы закончим мыслью о том, что о современной христиане, примут ли Христа в его второе пришествие, и уже Иисус своим ученикам рассказал много всего, тоже о своем втором пришествии, о признаках, о том, что будет, то есть тоже много пророчеств оставил, и о суде, о том, что тоже, что будет с псевдохристианами, с язычниками, с грешниками, вот мы с вами в конце сделаем сравнение, да, что ждет псевдохристиан, не то же ли самое, что и иудеев, все эти события сбылись, это удивительно, я надеюсь, вам все по картинке стало понятно, все ясно, ничего сложного, все очень просто, то есть после убийства Христа еще 49 лет, если хотите 56, но просто последняя седьмина, так скажем, была самая такая жуткая для евреев, и в частности, это было разрушение, прекращение жертвы сначала, храм, потому что там уже некому было воевать, кто знает, я так вот не могу, ведь, остановиться, там, когда это была осада, там внутри тоже, ведь евреи друг с другом тоже языка не находили, все вот эти партии, о которых вы даже в Евангелии читаете, Саддукеи, Родиане, Фарисеи, они тоже друг друга ненавидели, они тоже там боролись за власть, говорят, что внутри Иерусалима там друг друга резали, убивали вот те же самые, те разные партии того же самого Синдериона, короче, там жуткая бойня была, вот, и они там друг друга и сами вырезали, вот, были такие же радикалы, там их по-разному называют, да, вот, разные партии мелкие, то крупные, а сколько там были всего, все, что мы видим с вами в современном паром мире, поверьте, там было все то же самое, вот, в любой стране возьмите там внутреннюю революцию, внешние войны, все одинаково, как говорил вроде как Соломон, или неважно, Экклезиас, что нет ничего нового под небом, история всегда, и все люди, мы живем под ним, и тем же граблем ходим, вопрос порой всегда просто в масштабах, вот и все. Давайте мы с вами почитаем еще, что я дальше написал, теперь уже мои размышления, да, мы сейчас прочитаем то, что я в принципе вам уже своими словами сказал, но чтобы ничего не упустить, я вам все это прочитаю, у вас может быть немножко это даже уложится, еще лучше, я пишу, но почему предсказана именно смерть Христа, то есть он сказал, что вот эти 434 года, это до смерти Христа, а не его явление сказал, и я вам сейчас сначала зачитаю, мы потом своими словами скажу, она почему-то, когда я сам написал, как тяжело усваивается, но своими словами я вам донесу точно, да потому что современники Даниила, а потом и всем тем, кто в течение почти пяти столетий читал эти тексты, не было известно, что Христос будет проповедовать всего 3,5 года, и становится яшно, что читающим эти тексты людям были положены достаточно, узкие временные рамки того события, о котором предсказано, но нам, живущим после происшествия всех евангельских событий, зная, что Иисус проповедовал всего 3,5 года, становится ясно, почему была предсказана именно смерть Христа, да потому что эта конечная точка, смерть Мессии, от явления его народу, отстоит всего на 3,5 года, ведь Мессия мог бы открыться народу и в возрасте 20 лет, а предать смерти его могли 80-летним стариком, а значит его служение и правление продолжалось бы 60 лет, от 434 года отнимаем 60 лет мессианства, получаем 374 год от выхода повеления и восстановления Иерусалима, отсюда можем заключить, что мессианские ожидания пришлись на период 374-434 год от выхода повеления и восстановления Иерусалима, ну а по факту получилось, что Иисус Христос пришел в 430 году от выхода повеления и восстановления Иерусалима, а как мы с вами уже почитали, а родился в 400 году, а в 430, ну о рождении, так скажем, немногие знали, в 430 году он явился при реке Иордан, для свидетельства от Иоанна, что он тот мессия обещанный, то есть явился в 430 году от выхода повеления и восстановления Иерусалима, всего за три с половиной года до своего убийства в 434 году от выхода повеления и восстановления Иерусалима, о чем и предсказал Даниилу Гавриил, ангел Гавриил. Можно себе представить, как в еврейском народе возрастало беспокойство о непришествии мессии, ибо время 434 год, то есть 62-7 заканчивалось, семилетие, а он мессия все не является. В те годы в еврейском народе мессианские ожидания были на пределе, на пике, и только ленивый не объявлял себя Христом. Я, говорю вам, много изучал это, читал тогда, и действительно, оказывается, что мы думаем, что вот там Иисус явился, там Христос, это вот мы, христиане, так воспринимаем, мы порой, как я вам всех призываю, в Евангелие там погружаться, задуматься, где ты находишься, что, какое время, кто тебя окружает, там, то же самое Ветхий Завет, и вот это вот все. Действительно писали, что там только ленивый, ведь поймите, это же, ведь даже ученики, мы из Евангелия с вами знаем, что не принимали его вот творцом неба и земли, воплотившимся для людей. Они думали, что это земной царь, обычный человек, который там славу Иерусалиму, сейчас всех пойдут, они тоже в округе завоевывать, станут еврейской, новой еврейской империей, или новой империей еврейской, как хотите, говорите, да, вот, и тут весь мир поработят, да, гой будут и ноги целовать. Они именно такого Христа себе ожидали и видели. Помню, как Иисус все время их пытался в этом разубедить и сказать, что он не тот, не такой мессии, не такой царь. Более того, обратите внимание еще раз, что предсказана была смерть. Давайте я сейчас, я сейчас хочу к иллюстрации прийти, я дочитаю все, что я хотел. Но он явился 30-летним мужчиной за три с половиной года до исполнения пророчества о его смерти в 436 году от выхода повеления восстановления Иерусалима и не узнали его, не приняли, отвергли и распяли. Давайте еще раз к иллюстрации придем. Вот я приближу вот так, чтобы мы могли поподробнее рассмотреть. Смотрите еще раз, какой я мыс хочу до вас донести, очень простой. то есть идет время. Почему я вам сказал, что я, вы поняли, что я только что зачитал? Если мы с вами сейчас будем рассуждать, как рассуждает, как вот Данил читал пророков и изучал, так и мы с вами представляем, что мы с вами живем во времена, ну хотя бы четырехсотого, а вот 374-го, как я сказала, года от выхода повеления, потому что все, те, кто читали, они понимали, так, от выхода повеления в основе Иерусалима, я говорю, в 434-м будет году, он уже убит. Как я вам сказал, что если он будет убит, и допустим, берем, ну самый такой возраст, преклонный, ну хотя бы 80 лет, я вам, да, об этом сказал, значит, если он будет убит вот в 434-м, ну вы видите на картинке, неважно, это Иисус, то мы должны отнять 80 лет, получим с вами 300, там вот, как я сказал, 370 какой там, четвертый, допустим, год, да, то есть он в 20-летнем возрасте, допустим, бы явился и 60 лет правил, вы помните, что тот же Давид был юношей, да, вот, но он, правда, не сразу царился, но понятно, ну я так, я специально так беру какие-то крайности, знаете, 80 лет, допустим, что его убили, а в 20 лет он чуть ли, то есть крайняя степень, хотя в еврействе мужчина не мог там раньше 30 лет, так скажем, ну такие вещи, да, говорить там в синагоге и прочие вещи, ну уж тем более быть таким вот лидером, ну хотя, может они предполагали, а вдруг такое чудо возникнет, Бог его действительно прославит, да, как-то, поэтому я взял такие достаточно крайние цифры, 20 лет воцаряется, 80 его убивают, то есть значит, он прийти должен, прийти, причем не родиться, родиться еще там раньше, в 354, ну пусть о рождении его никто не знает там, то есть он должен открыться, ну там, допустим, в 374 году, и пойти завоевывать весь мир, тут царство Израиля прославлять, да, и смотрите, представьте, что мы с вами вот эти вот евреи, ожидающие мессианство, то есть мы живем с вами в 370 году, в 380 году живем, в 390 живем, в 400 году, а его все нет и нет, а предсказания от повеления, как будут мы сейчас с вами, от Рождества Христова, представьте, что для них от повеления о выходе Иерусалима было очень важной датой и праздником там, и все, от него они как бы такое свое маленькое новое время вели, тем более, вот предсказания о мессии, они все знали, все ожидали, все богословы сами все цитировали, естественно, во всех синагогах, наоборот, говорили, вот, 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 400 год, 410 год, 420 год, а его нет, когда мы будем весь мир завоевывать, если он в 434 году, его уже убьют, предан будет смерть Христос, ну, конечно, они не думали, что это они его прибьют, они думали, может быть, кто-нибудь там, может, в какой-нибудь битве погибнет, да, но все-таки это уже будет прославленный Израиль, 410 год его нет, 420 год, а его нет, кто знает, даже Ирод Великий себя им называл, естественно, я говорю, только ленивый в эти времена не назывался, потому что, ну, вот, вот же сбывается, это же я, смотрите, как я тут вытворяю, да, какой храм строю, Ирод Великий тоже, кто изучал все это глубоко, вот я вам передаю, что сам изучал, все тоже объявлял этим мессиям, ну, естественно, основная масса его таким не признавал, только прихлебает, вот, но он себя называл, тоже говорил, это вот я, это вот обо мне все сказано, видите, и время подходит, а кто еще, вот я правлю, смотрите, какой год, то есть, Ирод же правил, в 400-м, как мы с вами, Рождество Христово, мы с вами уже выяснили, если от даты все считать, 400-й год, как раз Ирод Великий правит, и помните, я говорю, избивает, кто Евангелие хоть читал, посылает и убить даже младенцев, лишь бы убить этого Христа, потому что вроде как, тут пришли какие-то мудрецы, рассказывают, что это не он Христос, а он только родился, да, 400-й год, а вы думаете, эта информация где-то не выходила, не распространялась, а не знали, где-то Христос родился, ну где он, хорошо, а он не является и не является, не является и не является, пророчество Даниила четко говорит, при стечении 434-х лет он будет предан смерти, Иисус является в 430-м году, через три с половиной года его убивают. Как вы думаете, какие были пики ожидания мессианские? Ну нереальные брожения были по городу, это действительно так. Признали его? Более того, я говорю, давайте с вами уясним это, что действительно, все, что Даниилу говорил, предсказал, все сбылось. Я сразу оговорюсь, что кто будет читать там Иосифа Флаева или Вникнет, это уже современный наш перевод, даст дошедший, там тоже пытались перевести на наше время. Надо понять простую вещь, что никогда от Рождества Христова никто в лет исчисления не вел, тем более во времена Иисуса Христа еще ни одно столетие этого не делали никто. Это потихоньку вошло в человечество от разных народов и принято было там тоже споры, когда это конкретно приняли. Якобы, если вы современную книгу Иосифа Флавия откроете Иудейскую войну, вы прочтете, что ну как бы разрушение Иерусалима было в 78-80-х годах, где-то вот так вот. И если вы сравните с тем, что я вам сегодня сказал, а я вам просто зарисовал ничего нового и ничего я вам тут как бы своего не добавил, я вам просто на современный язык перевел те цифры, вот эти семилетия все, о чем мы с вами читаем у пророка Даниила, то не совсем стыкуется, потому что если мы с вами в 4-х 30-х, как мы с вами выяснили, вот 0 в 400-м году, то есть по идее, если мы с вами четко посчитаем, то Иисусу было вот 30 лет, 33, если еще к 30-ке прибавим 49 и плюс 7, то получится 87-й год от Рождества Христова было разрушение Иерусалима. Не совсем совпадает как бы свойств флаг, но я вам еще раз говорю, поймите, кто изучал вот такие вещи, возьмите, вот я живу на территории Российской Федерации, теперь современной, да никто ничего не знает, что тысячу лет назад было, никто не знает, когда там слово полку Игорева было это написано, приблизительно вроде думают, думают, что это там начало тысячелетия, там 11-12 век, но никто не знает, каких доказательств нету вообще этого абсолютно, ничего не знает, никто про Россию еще было в 12-м, в 13-м веках, кто вот такие изучал вопросы, я такие вопросы изучал, никто не знает, каких там дат, ничего, все эти вот это даже, порой цари, которые правили, все это очень притянуто и за уши, как вы думаете, 2000 лет назад вот эти все документы, насколько им можно верить, потому что сейчас кто-то перевел и не ошибся, вы знаете, кто изучал такие вопросы, я скажу, что вот такие вот ошибки там в 5-7 лет в историческом контексте всего человечества считаются, можно сказать, абсолютно точными, поэтому я так сейчас в своих текстах и написал, мы еще с вами почитаем, я еще не закончил, что именно, именно, грубо говоря, через полвека после убийства Христа и вообще этих евангельских событий, ну, в частности, окончаниях, когда Христа убили, он воскрес и вознесся, грубо говоря, через полвека действительно Иерусалим был вот уничтожен вместе с этим храмом, раздолбали с этим капищем Заравеля, который был подобен храму Соломона, да, то есть все сходится, неважно, там 80 или 87, мы точно не знаем, мы не знаем, кто там перевел, правильно ли эти даты вычитал, переведя, с каких он там календарей переводил, когда там это Иосиф Флавий писал, это все очень тяжело, Иосиф Флавий не писал от Рождества Христова, это любому исследователю, очевидно, там есть древние манускрипты, опять же, там такие же древние, как и Евангелие, там уже найдены какие-то манускрипты, никто оригинал, естественно, не видел, вот, то есть это все попытки, поэтому, естественно, обращать внимание на точную прям дату, мы видим совпадение, этого достаточно, что хотя бы даже было Иосифом Флавием 80-й год, грубо говоря, перевести на современный язык, а по праву, что Даниилы, как мы с вами переводим, получается 87-й год, я надеюсь, я вас убедил, если вы таким вещами занимались, исследовали, я просто изучал, что это не только в библиистике, а вообще в мире истории, такие вещи считаются, можно сказать, стопроцентным совпадением, если настолько совпадает из разных источков хотя бы описание одних и тех же событий, потому что именно из описания порой событий выводят дату, так, в Библии написано, праву, Даниила, что это было в 87-м году, а Иосиф Флавий написал, что в 87-м, ну, значит, где-то там это и было, каждый выбирает сам, какому просто источнику доверять, в том плане, было ли это, или среднюю берут, любые исследователи, или для истории, особенно для такой древней, когда такие события пытаются восстановить и какую-то конкретику придать, достаточно для любого исследователя, или любого докладчика, вот такого, как я для вас докладываю, сказать, что разрушение Иерусалима было там, просто поймите, если для нас, просто для христианин, кажется, что если там какая-то несостыковка в Библии, тогда Библия лжива, да, или там атеисты до этого доколебываются, для нормального человека, а ведь Библия такая же историческая книга, и тоже писали, переписывали люди, да, вот, если есть точные вот цифры, да, но уже когда ты сравниваешь с Иосиф Флавик, который тоже там, и это не Библия далеко, его так не хранили, хорошо, там вообще дошли такие документы, тоже такой древности, да, в разных там переводах и прочими вещами, это же уже кто-то перекладывал на современный язык, ведь заметьте, сам Дарь, ведь даже в книге пророк Даниила, это надо ковыряться все, да, мы с вами четко отталкиваемся от этого некоего выхода, повеления о восстановлении Иерусалима, ну, а сам-то Даниил когда жил, что это за первый год Дарья, а когда Дарья год жил, ну, это Даниил в первый год Дарья видит там, этот, молится, и ангел является, ему Гавриил, а Дарья в каком году жил, если к Рождеству Христову все это привязывают, чтобы там все найти, это все очень тяжело, поэтому такие вещи, специально рассказываю, они в коем случае не должны смущать, наоборот, они говорят о том, что все это было, но более того, мы все прекрасно знаем, что доказательства это в нашем глаза, Иерусалимского храма не существует столько лет, он действительно был разрушен, я говорю, ковыряться в датах там, в конкретных, я же сейчас, вы же знаете заявленную тему моего видео, о том, что мы должны дать ответ, что сбывшиеся все эти пророчества, и точно так же для современных христиан, второпившись Христа, будет ли оно узнанно и принят Христос, для еврея разве недостаточно доказательств, что все это сбылось, он разве не знает, что до сих пор, особенно для еврея, живущего там сейчас в современном Израиле, что этого храма уже 2000 лет не существует, разве он Даниила читает и не видит это, ему как раз там Иосиф Флавий, хотя не глубоко, все это тоже изучает и знает, что все это как раз вот так вот совпадает, да, и что просто где-то есть ошибка, и уж любой еврей, ну, как я, как христианин, тоже прекрасно понимает, что это просто в Иосифе Флавии дошло до нас так, потому что не важно, от чего он там отталкивался, он мог написать, отталкиваясь от какого-то своего летоисчисления, там, римского, от какого-то царя, это все могли неидеально перевести, неправильно посчитать, и вот так вот было написано, вот и все. Ну, если мы грубо скажем, то действительно через полвека это было, это события случились. Вот так вот. Давайте я еще дальше чуть-чуть почитаю, что я пометил себе. Где-то через полвека, ну, в принципе, я сейчас зачитаю, то, что я вам говорил, где-то через полвека после очередного иудейского восстания в Иерусалиме против римской оккупации, сопровождающегося убийствами евреями, римских воинов и полицаев, Иерусалим был осажден римским войском в течение нескольких последующих лет, затем взят и разорен, а от храма в центре города не осталось и камня на камне, как о том, помимо Даниила, предсказал и своим ученикам, и сам Христос Иисус. Жертвоприношения, естественно, были прекращены и не совершаются и по сей день, по причине того, что и сам храм не восстановлен за две тысячи лет, которые минули с того времени. Ну, в принципе, я вам прочитал все, что сказал, да? Я, в принципе, здесь закончил свои тексты, я пишу просто удивительно, насколько точно и по времени исполнилось все предсказанное Даниилом. Мне кажется, у людей здравомыслящих, по-моему, такие вещи очевидны. Давайте подытожим и ответим на вот этот вот вопрос, к чему я это все вел, о чем говорил, что действительно признают ли современные христиане второе пришествие с Христа. Я вообще это, я вам уже, по-моему, сказал, да, что я вот буду следующий ролик записывать проповедь во время Тысячелетнего Царства. Там будет три раздела, о которых я хочу просто рассказать. Сегодня я постараюсь туда не лезть, а то меня понесет сейчас. Рекомендую тоже посмотреть, он не бессмыслен даже для нашего времени я как раз всегда подвожу, а зачем мне это сегодня, вот эти знания, размышления. Там я более обширно об этом поговорю. Я именно и подведу проповеди не во время Тысячелетнего Царства, я просто о ней буду говорить в контексте того, что нам надо и сегодня продолжать, и она плавно перейдет из сегодняшней проповеди в проповедь Тысячелетнего Царства, потому что земля останется та же, какая и была. Во время Второго Пушествия Христа земля не будет уничтожена, она будет уничтожена только земля и все дела на ней сгорят еще через тысячу лет царствования Христа на земле и всех тут грешников еще проживающих вокруг нас. Сейчас ты еще на этой земле после всех этих апокалиптических событий проживет тысячу лет. Поэтому сегодня есть смысл также глубоко и активно заниматься проповеди ради будущих поколений, тех, кто будет все это читать. Я там буду вот такие. Я там еще много чего интересного расскажу и покажу. Дам реальные примеры, кое-какие интересные. Будет интересно, обязательно подписывайтесь на канал, да, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео выходящие. Там по всем этому узнаете. Но все-таки сегодня мне хочется и в этом ролике сделать эти выводы. Вот, хоть я и там много буду делать, но там я много чего еще интересного расскажу и просто сделаю пересылку на это видео. Хотя я там все хотел это рассказывать, но слава богу, не стал. Целый час я сегодня этому посвятил, как видите. Тот ролик получился просто огроменный, а так я дам пересылку на это видео. Но все-таки подведем итог. Смотрите, Даниилу было предсказано. Если хотите прямо пришествие, ну, как мы с вами разобрались, предсказание смерти оказалось даже лучше, да, что было точно, точная грань. Вы поймите, если было сказано пришествие, а когда он умрет, это же неизвестно. Почему я говорю, это этот год, вот еще раз проникнитесь, 434 год, это был концом. Они понимали, что все. Если бы был приход, еще какая-то надежда. Ну, хорошо, а может он там, уже пусть он не приходит там 20 лет, 30, 40, 50, 60, думает, ну, хорошо, хоть 80-летний, может, придет, может, он каким-то будет супер здоровым обладать, и так бы эти продолжались и будет править там, завоевывать, так бы продолжались и ожидания до бесконечности. А может ему 100 лет будет, а может Бог даст ему 120 лет. Люди любят себя все время вот этим чем-то подпитывать. А было прямо сказано, что в этот год он уже будет предан смерти. И вот несмотря на все эти предсказания, и очень важно, что было предсказано именно разрушение Иерусалима, и что вообще народу твоему, хоть в Данииле как бы не сказано, о чем речь, но вначале мы читаем, что народу твоему отведено 490 лет. Я вот так, что у вас на экране тоже все это было. Богоизбранности ваши. Точно так же, как вы сейчас в этом вавилонском плене за грехи ваши, точно так же вы будете отвержены, а на самом деле Богом, а на самом деле вы сами от Бога отвернетесь, убив самого вечного Бога, любовь явившегося во плоти. Вы сами от него отвернетесь. Вы сами это сделаете. Естественно, разрушение Иерусалима, а в частности этого капища, как я его называю, храма, ну я его называю обычно храм Соломона, ну как я вам уже сказал, это был уже не Соломон, потому что Соломон был разрушен вот вавилонянами, уже его потом он взрывавиль некий поставил, ну длинное название, не каждый знает вообще, что он был восстановлен, вот я его потом иногда Соломона называю, хоть и знаю, что он так не должен называться, вот, ну и это капище было разрушено, Иисус, вы помните, не раз предлагал им самим это сделать, расрушите храм этот, и я в три дня воздвигну его, естественно, он говорил не об этом капище, а о том, что у вас мозги просто проснутся, и вы поймете, кто я, когда вы перестанете там вот к Богу ходить, вот он, я живой Бог пришел, да, придите, уразумейте, следуйте за мной, вот, то есть разрушите в себе, это вообще религиозность, всю религию, все эти храмы, капищи придумали люди, даже, даже Моисей, даже Соломон, это все не от Бога, все от дьявола, вот, Иисус им об этом пытался сказать, но их это не устраивало, мы знаем, чем, чем они ему отплатили, да, за такие вот советы и предложения, так вот, смотрите, и сколько нам, современным христианам, известно теперь, нам все, весь ветхий за это известно, нам Евангелие известно, Евангелие, послание и деяние апостолов, нам, нам дана книга откровения, сколько всего мы знаем, как вы думаете, многие христиане узнают и примут Иисуса Христа в его второе пришествие, немного, сколько всего наизвращали, сколько всего позакрывали, как Иисус сказал, вы заповеди Божьи позаменили заповедями человеческими, это просто ужас, его просто не узнают, его не примут, об этом я буду более подробно, как я вам сказал, говорить в этом, в следующем видео, в которое вас и приглашаю, как мы видим, просто я хочу вам еще раз мысль донести, что это возможно, вы скажете, да нет, такое невозможно, и еще как возможно, и еще как возможно, благодаря Евангелию, апостолам, как одним называется, деяние и послание, Евангелию, о жизни и учении Иисуса Христа, посланием и деянием апостолов, и книге откровения, нам открыты такие вещи, все понятно, что когда будет, какие признаки, сам Иисус прямо отвечал на этот вопрос учеников, вот как раз после того, когда они восхищались этим храмом, он им сказал, что все будет разрушено, на их вопрос, какие признаки, какой признак всего этого разрушения, этого пришествия, он им все тоже много, что рассказал, и мы с вами всем этим обладаем, этой жемчужиной, все знаем, мы видим с вами, что это возможно, целый народ, ожидающий своего мессию, все имеет такие откровения, как видите, достаточно четкие, не принял Христа, более того, я буду в том ролике очень много говорить, спокойненько, иудаизм существует и по сей день, две тысячи лет прошло, никакого храма, имеют все откровения, могли бы уже сличить, что все это давно сбылось, вы же очевидно все это видите, вы же перечитываете, я приведу, есть свидетельства иудеев, публичные ролики, видеозаписи, где иудеи, благодаря таким вот вещам, кто вникал, принимал Христа, это удивительно, если напишешь в комментариях, я прямо под этим видео, дам вам уже ссылки, чтобы вы познакомились к моему следующему ролику, с такими свидетельствами, они есть на моем канале, на одном тоже, я их туда выкладывал, живой пример, отрицать его глупо, более того, мы знаем, что целиком иудаизм вообще на 100%, потому что евреи и иудеи рознь, как говорят, не все то иудеи, что евреи, евреи, что иудеи, надо не путать, что это разные вещи, но иудеи вообще целиком, как религия, как мировоззрение, как потомки Израиля, отвергают христианство, ну, евреи тоже в основном в своей массе, редкий еврей, это христианин, в основной в своей массе, они уже вот, еще до разрушения этого храма, они уже целиком отвергли с Христа, и первые ученики Иисуса, апостолы, евреи, некоторые даже иудеи, такие как апостол Павел, пошли проповедовать язычникам, потому что иудеи полностью отвергли Христа, полностью, целиком и полностью, на официальном уровне, через своих богословов, всех этих первосвященников, священников всего этого культа, и, в принципе, и лично, на таком уровне, как народ, да, еврейский народ, единицы, мы с вами живем в 21 веке, единицы, вы найдете еврея, верующего в Иисуса, есть, и есть, конечно, из еврейского народа, христианин, разных сект, конфессий псевдо-христианских, или там, свободных во Христе, есть, но это крупицы, а это тот народ, которому столько было дано, как мы видим, какой сильное было само вот это пророчество Даниила, не зря я ему решил уделить столько внимания, так что возможно, что во второе пришествие 99% псевдо-христиан, как я их называю, просто не узнают Христа и не примут его, а вернут его, еще как возможно, история циклична, и все повторяется, нет ничего нового под него, к сожалению, не к радости, а к сожалению, так и будет, ну вот так вот, на этом у меня все, надеюсь, вам ролик понравился, лепите лайки, делитесь этим видео на своих ресурсах, чтобы люди знали правду, если вы желаете им, вашему окружению, блага, нет никакого большего блага, чем быть со Христом, сяло в тысячелетнем царстве, а потом и в вечном небесном, у меня все, до встречи в следующих, всех моих видео, пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok